Хочу, могу, надо. Ровно три пункта, которые, по словам специалистов, играют особую роль в выборе профессионального пути. О том, что желания молодых людей зачастую сильно разнятся с реальной потребностью рынка труда, они узнали в рамках информационного семинара. Разобраться в своих возможностях и открыть профессиональные таланты, ребятам помогал психолог сделать правильный выбор места обучения представителей 20 учебных заведений. Впрочем, ярмарка профессии – это кульминация той работы, которая идет на протяжении всего года. Наш специалист-психолог регулярно выезжает в школы Хасынского района, в первую школу в поселке Палатка, во вторую школу в поселке Палатка, в Стекольницкую школу. И с определенной такой хорошей традицией, регулярностью мы проводим профориентационную работу, поэтому эти дети, они подготовлены, они не забыты, они не упущены в этих вопросах. Потенциальные работодатели, а также представители сразу всех ведущих вузов и сузов региона встречаются с жителями Палатки, Стекольного только раз в два года. Представить общую картину предпочтений несложно. Девушек привлечает финансовый сектор, медицинские и творческие профессии, молодых людей, государственная и военная служба. Все наши специалисты трудоустроенные, их всех ждут, и прежде всего на области. На области очень много льгот, очень много вариантов помощи молодежи, подъемных, как так называемых. Преимуществ в высшем учебном заведении Министерства обороны очень много. Ты одет, обут, накормлен, денежное довольствие, ну в связи с тем, что у нас на севере как бы выплачиваются северные отбавки, ну грубо от 20 тысяч рублей. Я думаю, это достойно для молодого пацана, скажем тогда, которому там 19-20 лет, 18-17, который только закончил школу. Середина осени – идеальное время для окончательного выбора места получения профессиональных навыков, ведь от этого зависит перечень предметов ЕГЭ, на изучение которых стоит сделать особый упор. Некоторые из ребят с будущей профессией уже определились, но пока выбор их полна – престижные специальности. Буду сдавать экзамены русский язык, математику и общество знания. Буду поступать на экономический факультет, финансы и кредит, учет и аудит, что-нибудь такое. Ярмарка, конечно, безусловно, помогла. Узнала, какие есть институты у нас в Магадане, что нужно сдавать для этого, какие есть возможности. Впрочем, для большинства ребят эта ярмарка первая, но не последняя. У восьми и девятиклассников еще будет время внимательно ознакомиться с раздаточными материалами, принять важные решения и уже через два года целенаправленно получить более полную консультацию. Ярмарка вакансий профессии учебных мест в поселке Палатка и есть своеобразная генеральная репетиция этого масштабного общегородского мероприятия, которое состоится 8 ноября в 10 утра в муниципальном центре культуры. Активная подготовка к этой ярмарке уже началась и организаторы приглашают всех молодых людей, которые желают составить общую картину регионального рынка труда и получить самую подробную информацию о существующих учебных заведениях. Артем Питков, Михаил Федоров, Эхо дня. Артем Питков, Михаил Федоров, Эхо дня.